Есть события и имена, без которых история страны была бы неполной. Мы продолжаем рассказывать о наших земляках-героях Великой Отечественной. Ветеран войны Евдоким Егоров в этом году отметит свой 101-й день рождения. Он с удовольствием принимает гостей. Евдоким Егоров еще в молодости отличался крепким телосложением. С 14 лет наравне со взрослыми работал на железной дороге. В 1939 году ушел на срочную службу в Хабаровск. Высокого и сильного парня заметили. Отобрали из тысяч молодых людей для строительства подземного железнодорожного туннеля. На секретном объекте, стройка номер 4, трудились более 5000 человек. Все с подпиской о неразглашении. Служба закончилась в 1941 году. Но домой Евдокиму Егорову вернуться так не удалось. Когда началась война, нас выстроили, все пишем, топровольно поедем, покажем немецам. Всю войну Евдоким Егорович прослужил в 96-м отдельном восстановительном железнодорожном батальоне. Так как железнодорожные войска, это бой не пускали нас. Только со сада попали. Строить надо железнодорогу. Мосты строить надо. В Рубниях был, в Венгриях был, в Австриях. На территории СССР гитлеровцы разрушили 26 из 54 железных дорог до военной сети. И частично повредили 8 магистралей. Военные железнодорожники восстановили в общей сложности 90 тысяч километров путей. Построили более 70 тысяч километров линий связи и других сооружений. Работать приходилось день и ночь. В условиях непрерывной бомбежки и обстрелов. Как-то самолет пришел немецкий и начал губить. Я с нас не знаю. И даже после двух контузий и ранения в ногу, Евдоким Егорович не демобилизовался. Работал на строительстве железнодорожных путей. Часто с оружием в руках. Защищал стальные коммуникации и родную землю от врага. Сижу. Один перешелся с железной дороги. Вот. Это я никогда не забуду. Перешел и сидит. Ну, думаю, одному. Я все равно усилию могу. Застрелю. И шватываю перешли. Уже у них трое. Смотрю. О пундировании немецкий. Автомат немецкий. По-русски разговаривает. Только тихо-тихо. Ну, думаю, как сюда придут, попутно мне. Я там же сижу. Вот тогда у меня сердце стучит. Меня самому слышно. День Победы Евдоким Егорович встретил недалеко от Праги. Награжден Орденом Отечественной войны второй степени. Медалями за боевые заслуги, за взятие Будапешта, за победу над Германией. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика.